всем привет с вами Витя Вячеслав по каким-то странным и непонятным мне причинам большинство россиян в том числе я не смогли сыграть в турнире призовом начиском да а вылетали практически все в том числе я и турнир продолжался без многих шахматистов прежде всего как я понял именно русских российских да ну вот я все-таки посмотрел отдельные партии и одна партия произвела на меня очень странное впечатление я думаю что игравший белыми с магнусом красным соперник очень технично и аккуратно использовал помощь шахматного движка давайте посмотрим и пытаемся убедиться итак соперник у магнуса был под логином blitz stream я посмотрел давайте посмотрим это кевин борди родом из кант франция да но честно говоря фамилия ни о чем не говорит национальный мастер то есть понятно что такие люди должны просто улетать ходов 15 20 давайте посмотрим что же было переключимся в доску для анализа я расширю экран и давайте посмотрим и также 4 уже первый ход вызывает определенные сомнения дебют гроба так называемый сможет 26 ж 5 е 5 д 4 е 4 с 4 слон д 6 конь цветы и конь е7 на тонкостях дебюта я не буду останавливаться это все таки в принципе сб 3 00 а4 конь а6 а3 ладья по 8 конь а3 слон е6 c5 я вам сразу скажу в принципе можете проверить игравший белыми избирал зачастую не первую линию ли вторую мог выбрать и третью когда-никогда вторую ключевые моменты играл по первой слон c7 конь е4 b6 ферзь а4 ферзь c8 b4 bc bc и конь е5 да вот это вот не точно состояние магнуса гораздо сильнее смотрится ход слон g4 и здесь вот примерный вариант вам приведу слон f1 да с какой-то идеей е3 и может последовать ход конь е5 и на е3 мощный удар на c5 dc и слон е5 все фигуры черных неожиданно обретают полную гармонию да король все таки белый довольно таки слабый ну и приведу примерный вариант слон d2 d4 еd конь d4 слон g2 ну и скажем конь f3 слон f3 слон f3 да эта позиция на мой взгляд не вызывает никаких сомнений несмотря на отсутствие фигуры у черных полнейшая доминация и должна быть абсолютно выигранная позиция да такой интересный момент но вот магнус играл конь е5 конь е6 fe e3 неожиданно грозит ход слон f1 и слон a6 под боем конь да понятно что магнусу надо как-то реагировать следует ход ладья a8 слон d2 конь b8 ладья b1 a5 король d1 ладья a7 король c2 e5 конь е2 перс а6 и слон f1 конь е7 и конь f4 вот эти все ходы в принципе еще раз повторюсь они это либо первая линия либо вторая либо третья в принципе очень аккуратно глубокий минус не уходит по оценкам и вот потихоньку уже начинает перекатывать слон h3 ферс е8 слон е6 конь е6 ладья f2 конь c7 ладья c7 ферс е5 эта позиция уже наверное объективно безнадежная у черных конь h6 ладья hf1 да тут интересный момент в принципе он мог сесть коня на h6 ну вот по каким то причинам он сыграл ладья hf1 тоже я думаю такой интересный прием мол я играю не по первой линии да давайте посмотрим кстати какая первая линия да ну конечно первая линия ферс е6 а вот ладья hf1 как вы видите третья линия то есть ну в принципе он придерживается своей стратегии ладья f1 ладья f1 ладья a7 d e ладья a8 слон c3 d4 слон d4 конь d5 ферс е1 да и здесь вот начинается игра уже абсолютно другая смысл в том что в этой позиции уже у белых было мало времени видимо смотреть на то что советует движок на планшете либо в телефоне было сложно и уже приходилось делать это быстрые ходы ферс е1 конь c7 здесь уже магнус фактически перехватывает ферс е2 ладья a3 е6 ладья a2 да ну здесь конь b4 кстати выиграл ход дальше там скажем конь b4 на король b1 ладья b2 да ну и здесь на слон b2 скажем ход b3 да здесь позиция белых должна быть безнадежной да ну вот магнус сыграл ладья a2 слон b2 конь b4 шаг король b1 здесь уже практически приходится бить на b2 ферс b2 конь bd5 ферс е5 ферс b8 король c1 ферс b4 здесь белые еще могли поиграть на победу естественно ну давайте вот посмотрим например как ферс да ну вот какие то ходы ферс d4 да ну наверное все таки из рамки равенства не выходит но следующий ход меня тоже несколько удивил белые сыграли ферс d4 и ход казалось бы опасный но то ли посчитали то ли опять же выбрали простой способ чтобы максимально быстро сделать ничуть так как черные наверное вынуждены давать вечный шаг да ну вот последовал ферс d4 да и вот серия шагов по пути магнус еще одну пешку прихватил но понятно что здесь еще таки ученых недостаточно ресурсов и он вынужден был давать вечный шаг да вот такая парта но честно сказать я не верю в такие чудеса саперник да играет очень креативно творчески g4 первым ходом дальше по первой по второй линии иногда даже на по третьей то есть получает там за единицу минус но не критичный да которые можно в принципе в дальнейшем исправить и под конец прям ярко выраженная игра когда видимо движок уже был отложен в сторону пошла откровенно слабая игра ну и все таки видимо хватило времени посмотреть на то что вот после хода ферс d6 да фасирована получается ничья то есть здесь достаточно было двух-трех секунд чтобы посмотреть просто оценку и сыграть ферс d6 да ну вот на мой взгляд ярко выраженный пример использования программы на час коми такое видимо еще встречается доказать наверное будет трудно потому что по первой линии далеко не все ходы но тем не менее я считаю что это по сути спешившийся факт тем не менее магнусу не помешало это ничья выиграть турнир он здорово сыграл набрал 9 из 10 и заслуженно победил да есть там еще одни персонажи довольно таки интересные давайте вот посмотрим на таблицу да вот тоби ван кеноби тоже человек набирает 8 из 10 поэтому выигрывает на камуру там просто практически в одну калитку да ну и вообще конечно много здесь таких сенсаций да на самом деле но тем не менее магнус Харсон опять же доказал свой класс и блестяще победил а на этом я с вами прощаюсь всем спасибо за внимание и до новых встреч